Здравствуйте, товарищи! Сегодня семинар по науке и логике Гегеля «Диалектика как методология познания и действия». Сегодня мы попробуем проанализировать конечное. Если повезет, перейдем к бесконечному. Но сначала нужно обратиться к тем понятиям, которые мы уже разобрали. Кто может сказать, что есть бытие в нечто? Если этот вопрос вызывает затруднения, то значит нужно разобраться. Я имею в виду бытие как момент. И мы с вами уже знаем, что бытие – это только один момент из двух. А нечто мы с вами разобрали к этому времени как изменяющееся нечто, а другого и нет. Она у нас и получилась как изменяющееся нечто. И что является бытием в этом изменяющемся нечто? Я имею в виду бытие как абстрактное бытие, бытие как момент. Все-таки в нем бытие содержит два момента. А вот в нечто есть, можно различить бытие и небытие. Момент бытия и момент небытия. Ну, нечто как бытие, в себе бытие имеется в виду? Да, верно. Моя бытия. Есть момент бытия, бытие в себе. И есть момент небытия, бытие для иного. Нужно рассмотреть в себе бытие. Что значит рассмотреть? Увидеть противоположное. Увидеть противоположное. Ну, да, найти противоречие. Все-таки противоречие, оно включает в себя две противоположности. А если мы рассматриваем какой-то один момент, абстрактный момент, то мы должны в нем увидеть его противоположный один. А вместе они будут составлять противоречие. Что противоположным является для в себя бытие? Противоположным для в себя бытие является, если не ошибаюсь, бытие для иного. Все верно. Получается, моя просьба сводится к просьбе увидеть в себе бытие, бытие для иного. В себе бытие и бытие для иного, они составляют два момента нечного. Да. Но нужно рассмотреть всего один. Все верно. Ну, только что мы сказали, что в себе бытие – это момент бытия в нечто, так? А бытие для иного – это момент небытия в нечто. А вот можно ли посмотреть на в себе бытие таким образом, что оно само будет небытием? Да на что угодно можно посмотреть так, что оно будет небытием. И для чего же в себе бытие является небытием? То есть в себе бытие само оказывается небытием бытия для иного. И оно, по сути, и есть отрицание бытия для иного. То есть в нем мы увидели, собственно, небытие, а следовательно… Ну, у нас же теперь не просто небытие, а небытие в нечто. Не просто у нас небытие, у нас небытие в нечем. Следовательно, мы увидели бытие для иного. В общем, суть в том, что в себе бытие – это ведь есть отрицание иного. То есть поворот от чего-то иного к самому себе. Мы увидели этот момент, если вспомним немного историю момента в себе бытия, когда рассматривали-то иное. Мы рассматривали иное само по себе. И увидели, что хотя оно неравно себе, изменяется, но все равно то, во что оно изменилось, есть иное же и сохраняет равенство. То есть мы ушли от иного тогда. И в себе бытие и по своему происхождению есть отрицание иного, как восстановление простого равенства с собой, самого нечета. И продолжает быть отрицанием бытия для иного. Вот такое тут дело. То есть всегда во в себе бытие есть бытие для иного. И само по себе в себе бытие тоже является бытием для иного. Для чего? Для бытия для иного. То есть тут мы увидели то, что... Ну и можно, я думаю, рассмотреть точно так же и... Ну не совсем точно так же, но похожим образом мы можем рассмотреть и бытие для иного. Что это значит? Увидеть в бытие для иного в себе бытие. Ну и значит, что оно равно снова в себя, но и в себе бытие. Тоже верно. Да, хорошо. Ну, что еще предлагает Нигель в этом рассмотреть? Да, с одной стороны, бытие для иного является небытием. Есть бытие для иного, это есть небытие, небытие, момент небытия в нечто. Но это же не чистое ничто, это же не просто абсолютное отрицание, это все-таки какое-то бытие. Ну и еще помимо того рассуждения, что это равенство, что это в себе бытие, еще есть такое соображение, ну для того, чтобы увидеть глубину тождества бытия в себе и бытия для иного, что бытие для иного, оно что отрицает-то? Вот иное бытие для иного, что оно отрицает? Оно отрицает само нечто. То есть для того, чтобы отрицать, нужно от чего-то отталкиваться. Если у нас есть бытие для иного, то оно отталкивается от того, что есть в себе, от того, что нечто есть. И указывает. Ну, вот Гегель пишет, что указывает. Бытие для иного – это не просто небытие, а такое небытие, которое указывает на в себе бытие. Ну, то есть, как ни посмотрим на бытие для иного, мы все равно видим в нем в себе бытие. Мы увидели их тождество с одной стороны, с другой стороны, и вообще понимаем, что они нераздельны. Вот, и тут важно увидеть, что в себе бытие – это вроде бы равенство, вроде бы отрицание бытия для иного, но оно неразрывно связано с иным и есть в нечто внешним образом. Тут пишется, что некоторая определенность или обстоятельство, некоторое определение или обстоятельство есть в нечто внешним образом. Ну, то есть, как раз отталкиваясь это иного, мы приходим-то в себя или в то, что есть, в нечто в себе. Вот. И оказывается, что в нем бытие, представляет собой в себе бытие, которое борется с бытием для иного, находится с ним в единстве и противоречии. Вот такое в нем бытие. Ну, и еще на прошлой паре мы рассматривали такое тождество, но тоже обращали внимание на то, что вот у нас изменяющееся нечто, и есть момент изменения, момент неравенства, бытие для иного, но нечто-то единое с собой. И в единстве нечто с собой тут написано, бытие в себе, тождественность, но бытие для иного. То есть, то, во что оно изменилось, есть оно же. Ну, то есть, в этом и есть тождество. Да, оно изменилось, да, есть момент бытия для иного, но оказывается, что этот момент тождественен, но и на самом деле полностью тождественен. Ну, как полностью, все равно есть различия, ну и тождество, это всегда тождество различное. Тут не просто снятие их разницы, а снятие их разницы есть определенность. Вот в нечто есть такая определенность. Не просто нечто, у нас есть меняющееся нечто. И в меняющемся нечто, а в любое нечто меняющееся, мы это узнали, У нас есть изменяющееся нечто, и в таком нечто есть единство, которое снимает себя. И появляется определенность. Нечто имеет то же самое, что оно есть в себе, так же и в нем. Это какой страница? Это страница 99. Нечто имеет то же самое, что оно есть в себе, так же и в нем. И с другой стороны, то, что оно есть как бытие для другого, это в самом верху страница. То, что оно есть как бытие для другого, оно есть так же и в себе. На эту фразу прошу обратить внимание. То, что оно есть в себе, есть так же и в нем. То, что оно есть в себе, с помощью этого оно так же и ушло из иного. Да, у нас есть такая пара определенностей. Себе бытие и бытие для иного. И у нас есть пара определения и характер. Ну вот, есть две вот этих пары. Себе бытие и бытие для иного, с одной стороны. И определение, и характер. И между этими парами есть соответствие. Что чему соответствует из двух разных пар? Ну, такое качество, которое есть в себе в простом нечто. И сущим у нас сна находятся единственным, другим моментом этого нечто. С ним бытие называется определением. А определенность, которая есть лишь бытие для иного, называется характером. Человек хоть честно прочитал, хоть не своими словами, но, по крайней мере, сделал это быстро. Ну да, в общем, есть две пары и определение из первой пары соответствует в себе бытие, характеру. Из этой же пары соответствует бытие для иного. Характер бытия для иного, а определение в себе бытие? В себе. Ну, оба... В себе бытие и бытие. Оба этих понятия, они не только объемлют с собой моменты в себе бытие, бытие для иного, но они еще и содержат в себе момент в нем. То, что есть в нечто. То есть уже говорится... Ну, вот сначала мы говорили о бытии. Мы рассматривали нечто, мы рассматривали его как бытие. Ну, вот есть бытие и определенность. Мы сначала рассматривали только бытие. Бытие как в себе бытие, бытие как бытие для иного. А тут увидели определенность, и эту определенность рассмотрели как определенность, которая есть в нечто, в этом бытии, для этого бытия. Определенность, которая есть в нечто и со стороны в себе бытия, и со стороны бытия длино. Я просто показываю, каким образом мы переходим от одних понятий к другим. И, возможно, сейчас получилось немножко шиворот-навыворот, но точная связь мыслей такая, что когда мы увидели вот эту определенность нечто, то есть снятие разности в себе бытия и бытия длиного, вот эту определенность мы теперь и можем рассмотреть как рефлектированную. Сначала рассматривали бытие, потом рассматриваем определенность. Бытие рассмотрели как в себе бытие, бытие длиного, теперь определенность рассматриваем, ну или бытие вместе с определенностью. Ну, на самом деле, определение – это все-таки скорее изолированная определенность от бытия. Мы понимаем, что ее не оторвать от бытия, но все-таки определение – это скорее изолированная определенность. А что такое изолированная определенность? Изолированная определенность кто-нибудь помнит? Качество. Верно, да. И это качество мы рассматривали как реальность и как отрицание, это было давно, а теперь мы уже не на определенностях самого качества останавливаемся, а уже на определенностях нечто. И вот эти определенности, это, с одной стороны, такая утвердительная определенность как качество, которое есть в себе, и это определение, и определенность, которая есть лишь для иного, и не принадлежит в себе бытию. И вот Михаил Топилин на одном из прошлых занятий правильный пример привел, что вот, например, есть партийная работа. Ну, она соответствует определению партийной работы, то есть она служит для соединения коммунизма, научного социализма с рабочим движением. Вот. Есть работа, которая не служит, соответственно, не соответствует определению коммунистической партийной работы. Вот. А вот у этой работы может быть разный характер. То есть можно писать статьи, можно раздавать газеты. Характер работы может изменяться, но это не повлияет на то, что работа партийная, коммунистическая. Вот. Если она служит этому делу, то неважно какая она, у партийной работы может быть разный характер. Вот. Это может все меняться. Но теперь нам нужно рассмотреть вот эти определенности, которые у нас получились. Определение и характер. Попробуешь, Алексей, рассмотреть определение? Хорошо. Ну, определение, соответственно, здесь достаточно сказать, что определение, это, поскольку определение, это качество, которое, значит, определение, это определенность, нечто. И, соответственно, ну, из того, что в себе бытие, переходит в бытие длинного, здесь можно просто сказать, что определение, оно как, оно и есть определенность. Ну, и отсюда дальше можно заключить, что определение переходит в характер. Не совсем. Ну, на самом деле, все-таки нам нужно, основное отличие определения и характера, по сути, это не в том, что одно из них качество, а другое определенность, а в том, что одно из них определенность, ну, качество, это же определенность. Да, это определенность, которое есть в себе, а характер, то, что для него. То есть это отрицание, то есть это значит, что они отрицания друг друга. Вот. Но, соответственно, определение, оно есть отрицание характера, и тем самым оно само уступает как характер. Похоже. Есть такое. А характер, это есть характер, ну, есть характер по своему определению. И, соответственно, характер перешел в определение. То есть то, что характер имеет определение, делает его определением. Ну, если… А разве на этой стадии он уже имеет определение? Ну, мы уже его определили. Ну, то есть характер – это определенность, которая есть для иного. Определение для иного, наверное, там. Ну, это… Ну, нет. Это определенность. Все-таки характер – это не определение. Это его противоположность. Много раз перечитывала, и если точно формулировать, то делается упор на том, что у нас не просто теперь есть в себе бытие, а еще и в нем бытие. И говорится о том, на странице 102, поскольку то, что нечто есть в себе, есть также и в нем, поскольку определенность, которую нечто имеет в себе, оно имеет также и в нем, то оно открыто отношению бытию для иного. Ну, по-моему, это кратко, лаконично, и иное таким образом вводится в определение, которое понижается до характера. Вот это сложный пассаж, который нужно попробовать доказать на пример. Каким это образом определение может перейти в характер. Но это же все-таки, ну, не просто абстрактный переход, но все-таки он имеет корни в практической жизни человека. Нужно попытаться их найти. Вот, например, возьмем тот же самый, ну да, например, возьмем пример. Возьмем тот же пример спортивной работы. И вот определение партийной работы предполагает, что можно ведь заниматься еще и партийной работой. То есть можно заниматься какой-то работой, которая не соединяет научный социализм с рабочим движением. Вот, мы-то тут все собрались для партийной работы все-таки. Ну, в данный момент семинар идет. Да. Он же в партийной работе... Ну, это инициатива внутри партийной работы. То есть потом у нас будет собрание, которое будет чисто партийной работой. Которую нужно делать. Образовательная работа. Да. Ну, сейчас, ну, не будем про семинар говорить. Все-таки поговорим. Мне бы хотелось поговорить о том, что вот комитет назначил к собранию людей, которым выносится предупреждение о том, что эти люди давно не занимались партийной работой, и, может быть, их нужно освободить от определения партийца. Вот. То есть определение партийца предполагает, что ведь можно быть и не партийцем. Что есть такая возможность, что есть это в реальности. Есть очень много людей, которые не занимаются партийной работой. Коммунистической партийной работой. И, например, вот пока мы с вами занимаемся партийной деятельностью, до тех пор соответствуем определению партийца. Как только занятия партийной работой становятся спорадическими, редкими, эта партийная работа начинает носить временный характер. То есть она не определяет уже человека, она его характеризует иногда, а потом и вовсе перестает характеризовать его. Он теряет всякое отношение к партийной работе. Есть этапы, то есть в какой-то силе он больше становится при каких-то действиях, или это меньше. Ну и мы партийцами остаемся только до тех пор, пока противодействуем. В полном смысле или не в полном смысле. Да, пока противодействуем нашей тенденции все-таки, ну может быть не тенденции, пока противодействуем тем обстоятельствам, которые заставляют нас не заниматься партийной работой. То есть мы же должны как-то освобождать свое время, договариваться с семьей, кто-то договаривается с начальником, что вот в этот день он выйдет, в другой не выйдет. То есть мы постоянно находимся в противоборстве. И вот, например, я в прошлые семинары делала доклады, готовила доклады, занималась такой партийной работой, а в этот раз хочу, например, все свалить на Алексея, чтобы дать возможность Алексею, например, подготовить доклад, а сама отдохнуть. Но в этот момент я меньше занимаюсь партийной работой. И, значит, есть опасность, что мне понравится такое положение вещей, когда всю партийную работу делают другие, а я, значит, отдыхаю, прохлаждаюсь. Ну, нужно будет заниматься чем-нибудь еще, отдохнуть от доклада. Но все равно помнить о том, что нужно противодействовать своему стремлению не заниматься партийной работой. Мы рассмотрели, ну, Алексей рассмотрел, что в определении есть характер, и вот ты сейчас только что рассмотрел, что характер – это, на самом деле, то, что внутренне присуще, то, что есть в нем, то, что соединено со в себе бытием. Да. Я хотел такое большое замечание сделать, к примеру. Тут в примере, помимо того, что просто определять партийная или не партийная работа, да, тут еще речь шла о «больше-меньше». Мне кажется, для данного примера здесь рановато такие категории. Ну, да, «больше-меньше» не имеет отношения. Здесь речь шла о том, что, допустим, будет больше партийной работы, а если, допустим, ее будет меньше, то она станет не партийной. Но это уже переход категории меры. Потому что здесь, что ее становится меньше – это количественный переход, в соответствии, количество изменений. И они переходят в качественные. Согласны с решением. А здесь мы должны говорить только о качественных определениях, потому что это просто партийная или не партийная. Да, согласен. А вот эти количественные уже потом надо говорить. Да, могу переформулировать тогда свой пример, в соответствии с этим замечанием, что, собственно, можно делать партийную работу, а можно не делать. Все. И тут не надо не говорить ни про больше, ни про меньше. И, ну, все-таки по поводу характера. Определение ведь может. То, что определяет человека, может переходить в то, что характеризует человека. И, ну, не определяет его как человека. Никто не скажет о нем, что вот он… Ну, посмотришь на человека, и то, что он партиец, не придет первым в голову. Если он не занимается, по сути, партийной работой. Если он больше знаменит как, не знаю, мастер своего дела на работе. Или там игрок на балалайке. Но мы сейчас конкретно говорим о противопоставлении двух определенностей. Вот у нас есть какая-то связка. У нас получилась связка двух определенностей. По их происхождению они связаны. Они связаны как раз через вот это бытие в нечто. И то, и другое определенность. Ну, вот Гегель говорит о том, что… Ну, вот как рассмотреть определение, как рассмотреть характер. Как увидеть их тождество. Ну, во-первых, у них есть средний термин. Ну, как тут написано, там, средний термин. Это определенность. У них обе определенности. Оба. Ну, он общий такой получается. Да. И обе определенности есть в нечто. А теперь… Ну, то есть то, чем они схожи, мы увидели. А теперь мы вплотную подошли к тому, чем же они различны. Различны как раз тем, что определение – это определенность, которая есть в себе. Ну, а если у нас есть некоторая определенность в себе, то она также связана со своим иным. То есть она есть в противоборстве со своим иным. В противоречии с ним. И таким образом, да. Может, и для иного. Ну, то есть она… Ее ты изолированно не возьмешь. Ну, то есть прям вот… То есть вообще абстрактно изолированно ты не возьмешь. Она всегда, получается, будет еще и для кого-то. Ну, не факт, что все об этом могут знать. Но она обязательно через какое-то внешнее, получается, определяется вот это вот качество, которое… Для кого… Не только для кого-то, но и для чего-то. Для чего-то. Да, в независимости от мышления. Вот провод, он же не перестает быть проводом от того, что по нему ток не идет в какие-то моменты. Тут же у нас 50 герц. Да, что он ничего не проводит, поэтому не провод. Он же понимает, что он ток не проводит, да, получается, в те моменты, когда, значит, ток по нему не идет. Им можно подпоясаться, тогда он станет поясом, а не проводом. Ну, да. Провода не перестает. Тогда, получается, ток уже является характером провода. Ну, блин, вот так вот. Ну, да. То есть это все равно внешне что-то должно быть. Ну… Как так определён… Ну, определение… Так вот… Ты прямо не скажешь, что оно сугубо внутреннее, но оно внутри присуще. Проводу присуще то, что у него хорошая… Проводимость. …маленькое сопротивление, да, там никто не будет делать провод с высоким сопротивлением. Проводимость. Да, тогда это уже… Проводимость. Проводимость. Тогда это уже будет резистор, да? Проводимость. Да. Оказывается, что в определении есть иное, как то, с чем, собственно, в себе бытие борется. И характер – это же не просто какое-то небытие, как бытие для иного. Ну, да, мы уже увидели, что даже бытие для иного оно не просто небытие. Соответственно, и характер – это ведь есть некоторая утвердительная определённость. Это вот что-то, что… Ну, да, это утвердительная определённость. То есть качество, то есть то, что есть в себе. И далее говорится о том, что вроде бы сначала у нас изменение характера не изменяло нечто, то есть затрагивало лишь его поверхность, не до глубины. Но теперь мы-то видим, что вместе со своим характером меняется и нечто. Вот, сначала не менялось, а теперь меняется. Просто потому, что мы глубже посмотрели. На самом деле характер меняет нечто. Почему? Потому что он связан с определением. Потому что бытие для иного неотрывно от бытия в себе. И вот то, какой будет характер, зависит от того, какое будет определение. Ну, вот, например, да, определим мы некоторую верёвку как пояс. Ну, биологические виды, да, вот там они же как-то группируются. Значит, там определение вида одно, а получается они же группируются по более общему признаку. Наверное, можно считать его характером как-то так. Если брать классификацию биологическую живых веществ, прямо с насекомых, они же там делятся виды, группы, смыслы, отряды. Я там не помню точно. Ну, там очень много есть. Вот, там же эти вот совокупности признаков. Подразделений. Ну, допустим, дельфин млекопитающий и ты млекопитающая тоже. Получается, характер у нас, общее определение, ну, немножко разное. Характер общий. Ну, именно то, что млекопитающий можно уж как-то. Да. Качество скорее общее. Да, ну, у нас есть, да, общее определяющее качество, там, скармливать детёнышей молоком, например. Это целый комплекс физиологических каких-то особенностей, которые позволяют это делать. Здесь, мне кажется, ты уже перешёл дальше к следующей категории. Ты уже начал о границе говорить, потому что ты говоришь о общей определённости. То есть, наша общая определённость. И, в то же время, у нас есть эти различия в материи самоопределённости. Правильно? Мы же разные млекопитающие. Ну, вообще-то да. Ну, я решил, что вообще изначально я начал о том, что… Смотрим, виды… Виды, да? Есть там… Одинственный вид, они какому-то признаку объединены. Хотя понятно, что организму вообще свойственные изменения и одинаковых организмов вообще не бывает, в принципе. Кого-то там не возьми. Но, в среднем, там, то, что соответствует виду, это вот одно и то же. И можно считать это характером. Я не знаю… У мух там… Крылья определённого размера… Ну, я там… Ну, вообще, в определение вида входит скрещиваемость. Если… Если… Нельзя при скрещивании получить плодовитое потомство, значит, эти существа не принадлежат к одному виду. Вид может подразделяться сам на породы и на что ещё. Ну… Наверное, я такой дурацкий. Извините. Ну, да. Ну, тут немножко… Тут сложно… Тут сложно выделить именно характер и определение. Ну, понятно, что характер… Что определение – это то, что сохраняется, несмотря на какие-то другие изменения. Ну, вот, например, если… Если существо может скармливать своих детёнышей молоком, значит, оно млекопитающее. Кем бы это животное не было? Утконосом там? Яйцекладущее вообще? Да. Никто яйца не откладывает. У нас есть определение млекопитающего. А, соответственно, характером здесь будет выступать вот это многообразие. Что, соответственно, может быть… Утконос, дельфин, человек. Это всё будет выступать в данном случае как характером. Вот. А! Это вот как раз иное млекопитающее. Вот. Отличное понятие млекопитающее. И, соответственно, у нас определение млекопитающего характера может принимать разным. Вот. Это хороший пример, потому что на примере жизни на Земле можно ещё и проследить переход к другому определению. То есть накапливается… Ну, ладно, дело не в постепенном накоплении, конечно, признаках. В каком-то качественном скоплении, да. В каком-то качественном скоплении, наверное, броня. Да, но всё-таки когда-то не было млекопитающих вообще. То есть каким-то образом млекопитающие появились, каким-то образом это качество возникло. Ну, это, наверное, уже более количественного качества. Ну, это имеет отношение к скачку? Да. Это имеет отношение к скачку. Мы просто скачка чуть-чуть не дошли, нам надо ещё про границу поговорить. Да, да. А дальше, скажем, про границу, про конечное, что оно переходит на другую конечную, мы получим как раз этот бесконечный прогресс, скачечный скачку. Верно. Ну, надо доанализировать определение и характер. Что определение содержит в себе иное. Характер принадлежит тому, что нечто есть в себе. Они неразрывно связаны. И нечто уже относится к другому из самого себя. У вас тут будет слово «спонтанейно». Странное слово. Не знаю, нужно ли оно или нет, но вот там, где написано в квадратных скобках это слово «спонтанейно». Ну, в общем, из самого себя. Раньше казалось, что ну вот есть что-то определённое, оно безразличное ко всему другому. Оказывается, его определение противостоит иному. И по-другому быть не может. И нечто по своему определению связано с иным. Мы тут уже перешли к более общему, чем разница между определением и характером. Но уже в определении и характере это видно. Что на самом деле определённость одна, общая для двух. Определённость нечто, которую мы рассматривали, она на самом деле одна на два определения. Ну, определение характера есть в нечто. И на самом деле и определение, и характер, они просто по разные стороны одной определённости. Мне кажется, просто, я так понимаю, здесь вопрос возник из-за того, чтобы мы ещё не сказали, что поскольку вот этот взаимопереход определения характера, да, ну, значит, соответственно, определение, которое в то же время есть характер, есть характер, который в то же время есть определение, соответственно, это два нечто. Надо сказать, что, соответственно, в таком случае каждый из этих моментов представляет собой нечто. Да. И, соответственно, что моментами нечто являются, моментами изменяющегося нечто являются нечто и нечто. Ну, которые по отношению нечто и иное, всё предшествующее для них, про них можно сказать. И уже отсюда сказать, что, соответственно, и вот эта определённость, она будет не просто, но что это не просто определённость нечто, а это определённость, соединяющая нечто разным, качество разным нечто. Ну, единственное, к чему можно тут сделать замечание, не только соединяет, но и разделяет два нечто. Ну, разделяющие. Ну, да. Ну, это просто следующая мысль. Да, да. За меня сформулировали, хорошо. Да, спасибо. Всё верно, всё верно. То есть и то, и то – это имеют в себе нечто. И, получается, отличие тоже нечто. Не имеют в себе они сами. Они сами нечто. Они сами нечто. И тогда, получается, чтобы их отличить, опять же нужно прибегать к нечто. Ну, границу можно представить как нечто. Почему нет? Нечто – это что такое? Это определённое даричное бытие. Граница – это вот изначально видится, да, видится. Я не знаю, только посредственно, через которое нечто и есть, и не есть. Это уже развитие, это уже развитие понятия границы. Граница – это изначально. Ну, разве оно заложено? Надо же понимать, что одно нечто и другое… Это пока ещё в себе. На том этапе, на котором установился Алексей, вот это соображение было в себе. Ну, то есть нужно… Ну, это правильно. То, что ты сказал – правильно, но это является развитием понятия границы. Помню. Равно-равно. Да нет, почему? В свое время. Да? Всё верно. Да почему-то эта материя у нас легко пошла. Да. Ну, тут… Да. Алексей сказал о том, что определение и характер – это два нечета, например, и у них есть общая определённость, и определённость, которая соединяет, разделяет два нечета, есть граница. Но не только на примере определения и характера, а на примере самого нечета, которое относится к другому нечета из самого себя, оно же по-своему… Если у него есть определение, оно относится к другому нечету. И по своему определению, по своей определённости, оно, соотносящая с другим нечета, имеет с ним единую определённость. По одну сторону оно само, по другую сторону его другое. И вот… И про эти два нечета можно сказать справедливо всё то же самое, что сказал Алексей, для определения и характера как двух нечета. Ну, потому что этот переход, он тоже всеобщий. Да, мы получили границу. Сможешь своими словами сформулировать, как получилась граница? Ну, граница… Вот от момента, где мы получили определение и характер, и их переход друг в друга, то, что они содержат друг друга. Ну, я могу только повторить то, что сказал… Алексей, ну, пожалуйста, это будет правильно. Определение – это вот некая изолированная определённость нечета, да, с отрицательным содержанием. И характер – это тоже определённость нечета, но только взятая с положительной стороны. Соответственно, общим у них является то, что они оба имеют в своём основании нечто, хотя основание – неправильное слово, они оба нечто. Да? Но мы их различаем. Соответственно, если мы их различаем, нами же данным способом должно быть нечто, через что мы их различаем. То есть, ну… Что-то третье. Третье, да, некое опосредствование, вот такое. Ну, и мы взяли основу, то, что оно имеет, ну, так, по-простому, положительный характер, а другой имеет отрицательный характер. Ну, не в смысле плохое – хорошее, а вот, ну, вот так. Одно представляет бытие, другое – ничто, или положительный момент, отрицательный момент. Ну, на самом деле… Да, и вот это вот само по себе, вот это умственное опосредствие – это вот и есть та самая граница. Ну, у нас в материи существует независимость от мышления, поэтому об уме можно тут не рассуждать. Потому что… Ну, и не абстрактно, а я говорю, то, что вот само по себе взятие вот так, посредством – это вот, наверное, и есть граница, нет? Похоже. Ну, единственное, что я могу заметить к этому – ты рассматриваешь характер как что-то положительное, определение как что-то отрицательное. Это верно, и в определении есть отрицание, ну, потому что это же определенность, детерминация, снигация. И омнис – любое. Любая определенность, любое определение – это отрицание. Вот, но по истории определения – это же все-таки было в себе бытие, то есть бытие и равенство с собой. Вот. Ну, на самом деле, эти моменты – бытие и небытие – содержатся в чем угодно, во всем, потому что они всеобщие. Вот. И можно различать определение и характер как положительное, отрицательное. То определение как положительное, а характер как отрицательное – это ведь тоже можно. То есть определение положительное как бытие в себе, как что-то в чем, нечто утвердительное, и как характер, как что-то, что не имеет отношения к нечто, не является его в себе бытием, не является его равенством с собой. Как его небытие есть. Ну и как ты рассмотрел тоже, наверное, можно. Мне кажется, тут есть ошибка. Вот это непосредственно, его нельзя взять, потому что оно не из развития своей категории, а просто я ошибся. Думаешь, ошибся? Я просто смотрю, все категории диалектики берутся от чего? Мы же материалисты, материя существует объективно, а сознание – это отражение этой материи. Соответственно, ну все категории, они входят, ну там, как возникли, там, развитие человечества, бла-бла-бла, соответственно, ты просто естественным образом видишь все эти категории, просто рассматривая любую материю. Вот, и поэтому совершенно верно твое замечание, что что бы ты ни рассмотрел, ты везде эту границу увидишь, допустим. Ну, в данном случае мы по границу говорим, да? Просто, а в данном случае наша задача – это просто увидеть вот этот логический переход. Есть два нечто и единая определенность, которая соединяет и разделяет их. Причем… Каждый человек представляет собой определенность изменяющегося нечто. Одно ввод, другое для… 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 Да. Ну, для себя мы еще не прошли такую категорию. Для себя нет. Одно ввод, другое для… Пока странно так говорить. Такой логический переход у нас состоялся. Два нечто и определенность, которая соединяет и разделяет их. И что угодно определенное, что угодно у чего мы… для чего известно определение – это нечто, на самом деле взятое со своей имманентной границей, то есть внутренне ему присущее. Нечто, взятое со своей имманентной границей, называется конечное. Если у чего-то есть определение, то оно, получается, все предназначено к своему концу. Умирает что ли? Да. Ну, все течет, все меняется. Человеческое мышление это схватило. Раскрылся агент разведки? Да. Ну, в лучшем случае он там не агент разведки, а пленник теперь уже. В хорошем случае. Или фигура для обмена, для возврата на родину. Например, так. Не будем… Субъект для вербовки. Да. Субъект для вербовки. Как… Ну, это смотря с чьей стороны посмотреть хорошо или плохо. Ну, да. Ну, значит, да. Мы пришли к конечному. Мы увидели, что вообще все, что угодно, все, что угодно, если у него есть определение, то оно конечное. Вот. И предназначено к своему концу. Конечные вещи – суть или суть, или как тут написано? Конечные вещи – суть, но их бытие заключается в том, чтобы… Но истина этого бытия служит их конец. Они… Ну, вот как раз ты спрашивала, что такое… А, это Иван спрашивал, что такое суть? Они – суть, но истина их бытия, ну, то есть они – бытие, но истина их бытия служит их конец. Они – истина Гатбuffs Музыка Субтитры создавал DimaTorzok